Всем привет, дорогие друзья, с вами я Фай, 30 ноября, и сидел, я читал мангу, спокойной ночью, пун-пун, а у нас тут вышло обновление доты, и не просто обновление, а целый патч ноут 732d, давайте его с вами вместе рассмотрим, и в принципе разберем, выскажу свои мысли и тому подобное. Видос выходит поздно ночью, так что будет круто, если вы наставите огромное количество лайков, ну и конечно подписываться на канал не забывайте. В общем-то, что мы имеем? Имеем общие изменения, в основном это всякие фиксы, я их прочитал, и если честно, из того, что вы справляли, я с этим не сталкивался, и опять же, это зачастую фиксы багов, нежели какие-то изменения внутри игровых механик. Далее изменения предметов, у нас затронули БМ, теперь увеличение возвращаемого урона усилили на 5%, то есть БМ стал сильнее, и больше не оставляли прерываемые способности, то есть, как я полагаю, можно во время телепорта жать этот самый БМ. Чуть-чуть порезали у нас ботстоун, также изменили стоимость грейжного сапога и также, соответственно, барабанов. Бонус к броне у гримсона увеличили на 2 единицы, у грифсов стоимость рецепта уменьшили на 100 единиц, пайп блокирует магический урон, бафнули на 50 единиц, и бонус ко всем атрибутам у дискорда на единичку подняли. Вот из интересного в рейспакт у нас затронули довольно-таки значительно, и теперь у него аура уменьшающий урон не касается магического или чистого урона, только теперь уменьшает физический. В самом-то деле, опять же, насчет моих мыслей, очень странно, что вал выпускают сейчас патч, я, если честно, думал, до глобального они уже трогать ничего не будут, а глобально я по-прежнему ставлю, что выйдет у нас 12 января вместе с окончанием батл пасса, как было, в принципе, до этого. Но, в любом случае, имеем патчик, давайте его дальше продолжим разбирать. У алхимика у нас множитель золота от руны богатства увеличили чуть-чуть, то есть алхимик станет посильнее, расход маны у первого спала также уменьшили на ранних лвелах, то есть фармить будет вначале попроще, и талант 15 уровня, бонус к урону за эффект увеличили на 0,5 единиц, не думаю, что это на что-то повлияет. Ночь уже, я, ребята, заговариваюсь. Арк у нас очень сильный герой, который, если честно, меня настолько уже задолбал в последнее время, ему все, что сделали, это вторая искра от Аганима, живет не 45 секунд, а 15. Не сказал бы, что это какой-то сильный нерф, и, думаю, Арк останется таким же сильным персонажем. Талант 10 уровня, бонус к здоровью уменьшен на 25 единиц, тоже вообще ни о чем. А, ну, кстати, вот на 25-м, вроде бы, талант все равно остается очень сильным, но хотя бы как-то его понерфили, в любом случае у героя блинка даже с 5 секунд, и хекс, я считаю, это не совсем нормально. В остальном, опять же, я полистаю очень помедлее, вы можете почитать героев, которые вам интересны, но, опять же, как вы видите, тут очень такие незначительные изменения, буквально 1, 2, 3, чему-то плюс, чему-то минус и тому подобное. Хотя вот у броды радиус обзора паучков на целых 300 единиц уменьшили, светить теперь ими сложнее. У бхау спала появилось замедление атаки, то есть до этого он просто смс замедлял, теперь же замедляет еще и атаку, вроде как логично. Так, что еще у нас есть из-за интересного? У парафетки вроде ничего такого, у дезераптора расход маны у глимса увеличили, но чуть слабее стал, наверное, герой, но, опять же, абсолютно незначительно. Урон в секунду у земели дума увеличили, базовый урон у дека увеличили, на лейне станет герой посильнее и перезарядку ульты снизили до 105, на самом деле приятные изменения. У дровки перезарядку гаста увеличили, теперь лейнить будет чуть сложнее, соответственно, и по игре герой станет немножечко слабее, но, опять же, до взятия гаста в 4. На гримстрока достаточное количество изменений, как у него было на скорости передвижения, у имки увеличили на 2% на каждом левле прокачки, это, на самом деле, ощутимо, сильнее намного стал на лейне, и теперь дарк можно применять на врагов, невосприимчивых к магии, то есть тоже окей. Крутое изменение, крутой баф аганима у гримстрока. Супринт на урон и заклинание по жертвам ульты увеличен на 5%, но тоже, наверное, неплохо. У герокоптера ничего значительного, хотя нет, как, флаг канон теперь имеет 3 дополнительных залпа, то есть вместо 2, 3. Базовый урон у котла увеличили, я не знаю зачем, но ладно, пусть будет, и скорость поворота на 0,1. Члена корабля увеличена, ничего интересного, талант в легионке 20 уровня, бонус к шансу контратаки, увеличена на 2%, вообще, не знаю, в эти все в 2%, в доте, конечно, да, такое себе. Лешрак тоже довольно-таки сильный герой, но я тебе себя показал довольно-таки неплохо, что вал вы ему сделали, дополнительный радиус от шарда уменьшен на 15 единиц. Пульс новая теперь способность перезаряжается 1 секунду после выключения, это, кстати, возможно, довольно-таки сильное изменение, и уже стоит в самой игре чекать, как это отразится на героя. И урон уменьшен также на 10 единиц, тоже, я думаю, Лешрак станет послабее, вот тут уже посильнее изменение, чем на арке, как мне кажется. Талант 10 уровня, бонус к восстановлению мана уменьшен на 0,25 единиц. У Леона талант 20 уровня уменьшение перезарядки хикса усилено на 1 секунду, такое себе. У Марси дальность скачка и применение уменьшена, скорость скачка уменьшена... Подождите, уменьшена своих места... Ой, так ребаун теперь стал очень слабым, и на линии Марси станет намного слабее, и скорость скачка тоже уменьшили. Блин, сколько же я заговариваюсь? Вампиризм также уменьшили, в общем-то Марси прям, можно сказать, излучительно понерфили. Блин, на самом деле, читать все эти изменения, конечно, да. Давайте также будем искать что-то поинтереснее. У Марфа перезарядку вейформу увеличили, не думаю, что это сильно отразится на нем. Аганим скиптер больше не уменьшает перезарядку. На самом деле, сильное изменение, потому что на Марфа сейчас, зачастую, аганим брали чуть ли не первым слотом. Много ничего значительного. Афурион тоже, некрофос, дополнительно магический урон уменьшен. Вот, кстати, значительно, теперь можно, ну, более смело сжать второй спелл на никрем. Уникса вроде 0,4 секунды убрали будет, я думаю, ощутиму карапасов. Блин, они такое чувство прям, очень много героев затронули. Пангалер довольно сильным был мидером. Безрядка шилд краша в форме шара увеличена 0,5 секунд. Не думаю, что сильно отразится это на Пангалерии, все равно остается сильным героем. На вторую позицию базовое восстановление здоровья у Фантомки уменьшили. А, нет, извиняюсь, увеличили на 0,25. Расход маны уменьшили, то есть чуть-чуть ее подбахнули. У Пуджачи сделали базовое восстановление здоровья уменьшено с 2 до 1,75. Не думаю, что сильно на нем отразится. Тоже вроде герой в сегодня время не такой уж и слабый. И перезарядку у Флэш Хипа увеличили, это на самом деле правильно. Тут уже более значительно. У ВАПы как будто бы много изменений. Теперь Аганим Скипетра позволяет применять эту способность на точку. Для этого только можно было на героя какого-то применить. И от него уже отскакивало радиус с Аганим Скипетром. Увеличено на 0,25. Перезарядка ульты уменьшена. Ой, как же перезарядку приятно уменьшили. Теперь 90 секунд она будет у вас на третьем. В уровне прикачки КДшится. Ну и, соответственно, талант ослабили. То есть по итогу было 125 минус 60. 126,5. Да, теперь будет у нас 90 минус 40. 50 секунд. Слушайте, так это как будто бы очень сильный баф. Если я все правильно посчитал. У Раззора ничего особого. У Рубика базовый урон на 3 подняли. Как будто бы изменения просто чтобы было. У СФ талант 20 уровня бонус длительности страха за волну реки. Уменьшена на 0,1. Ну, не знаю, магический СФ тоже неплохой. Ну, в принципе, СФ сейчас что магический, что физический. Вполне играбельный. У Кюрсы радиус уменьшен. Ну, САЛа вроде не особо сильным был. Базовое восстановление мана увеличено в штромат. То есть герой чуть-чуть стал сильнее. Но, опять же, он сейчас популярностью не пользуется особой. Звежка перед применением уменьшена. Мне кажется, это вообще не будет ощущаться. У Тинника радиус уменьшен. У Аваленча. Я думаю, это будет ощутимо. И пьезятка у 3. Валлы увеличена. Тоже значительное изменение. Тинник стал чуть слабее. У Троля. Увеличили базовую ловкость на 2. Это приятно. У Вайпера тоже как будто бы много изменений. Расход маны у нейротроксина. Уменьшили дальность применения. Увеличили. Но все равно остается, как по мне, это очень бесполезный спелл. Огонимный. И талантики затронули. Бонус к урону в секунду от пассивки. На 5 единиц. И бонус к сопротивлению магии. Также на 3% увеличили. Соответственно, остается у нас не так уж и много героев. У Верки. Верка довольно интересный для меня герой. Базовый урон на 2 единицы. Это прям кайф на самом деле. Потому что добивать крипов на Верке проблематично. Прочти некоторых мидеров базовое восстановление маны увеличено на 0.25. Но это не особо значительно. И талант 10 уровня. Бонус к радиусу замедления у Вендран увеличен на 25 единиц. Окей. Лерик. Увеличили скорость полета самого вот этого черепа. Соответственно, 200 единиц. Теперь скелеты получают плюс 25 скорости передвижения и атаки. Когда их жертва цель способности. Бласта. Кстати, я думаю, многие по-прежнему не знают об этой механике. Но если кому интересно. Ваши скелетики триггерятся на того, на кого вы кинете первый спелл. Теперь они еще будут доп.мс получать. Вроде бы на этом все. Вот такой вот патч. Можете писать, что думаете. Продолжаем создать обновление ДОС+. Будет нам уже через 2 дня. Всем удачи и всем пока.